Превратить Дауга в Пилскую крепость в региональный центр культуры и бизнеса. Эту идею пытается реализовать сейчас Латгалии. Шесть лет назад началась реконструкция этого исторического объекта, и он сразу привлёк город туристов. Эти ворота — одна из немногих оригинальных деталей, сохранившиеся в крепости. В советское время их покрыли очень стойкой краской, снять которую оказалось непросто. Мы говорим, что это латгальский продукт, потому что вот эти протезы, более светлые детали, сделаны из дуба, который вырос в Латгалии, покрыты это всё льняным маслом, которое тоже, лён вырос в Латгалии. Ну и, естественно, мастера тоже местные это всё делали. За шесть лет отреставрировали несколько зданий и Николаевские ворота. Оригинальные металлические детали не сохранились, их отливали заново. Латгальцы смеются. Если в Петербурге прорубили окно в Европу, то в Даугавпилсе есть ворота в Европу. Потому что именно через эти ворота российские императоры выезжали в Варшаву. А вот там, в подземельях внешних укреплений, зимует самая большая популяция летучих мышей в Латвии. Ещё одно привлекательное для туристов место — бывшая водонапорная башня. Из трёх колодцев на берегу Даугава при помощи паровой машины поволнялся расположенный в здании резервуар. Огромный по тем временам — три тысячи ведер. Теперь в резервуар кидают монетки туристы. Крепость начали строить из-за опасности нападения Наполеона. Занять её французам не удалось. В советское время здесь размещалось военное училище. Теперь бывшие военные снабжают крепость экспонатами. И чемоданы приносят, и рюкзаки, и сапоги. Ну, с туфлями похуже. Они, наверное, изнашивались в своё время, да. Сейчас местные власти обсуждают с Министерством регионального развития возможность продолжить реставрацию. Очень много спрятано по подвалам, по гаражам у наших гаражан. Но это хотелось бы выставлять, это хотелось бы показывать нашим гостям. Потому что здесь всё буквально пропитано историей. Если проект одобрит, здесь появится дом ремесленников, бизнес-центр и филиал Рижского мотор-музея.